Здравствуйте, уважаемые болельщики, уважаемые любители нашего прекрасного вида спорта гандбола. Сегодня мы снова на нем, снова наслаждаемся тем, что будет происходить на площадке вместе. Ну а команда, которая нас сегодня порадует красивой игрой, это Лемга и Магдебург, которые сегодня в гостях на Феникс Контакт-арене. Тур, который состоит из пяти матчей, и центральным вывели эту встречу. Ну и, собственно, от нее мы ждем много интересного. Пока интереснее все, что происходит на площадке Магдебургу, нежели Лемга. У них был тяжелый достаточно матч в рамках Лиги Европы. Сражались они с именитым и неуступчивым Нантом. Но вот в яркие Эллисон забивает первый мяч для своей команды. Гидон Гвардиола на площадку не выходил. По какой причине мы пока еще разобраться не можем. Но забивает спокойно с центра Филипп Вебер. Бросок достаточно неудобный. Под неудобную ногу. Ну и защитник там не успевал руки поднять. Выходит тоже сам. Яни Грэн пытался там угадать направление мяча. Было ли выписано двухминутное удаление гонболиста Магдебурга. Потому что здесь уравнивают они состав за счет того, что вратаря. Они подменили. Гвардиола поддерживает быстрый темп команды. Забивает справа полусреднего. Безьяк ждет, чтобы добавились игроки в быстрый переход его команды. Магдебург за счет движения Магнусона часто добывает себе бросковые попытки. И игроки такого уровня с любой позиции должны забивать. А здесь тем более чистая и хорошая была позиция. Но Зимку еще привыкнуть приходится в меньшинстве. Им в пятером придется обороняться. Ну и по прогнозам, конечно, тут Магнусон своими великолепными передачами сможет легко защитников раскидать. Что он, собственно, и делает. Направляет длинную передачу на Лукаса Мертенса. Ведя в счете девять мячей. С такой разницей уходит на перелыв команды. Правым полусредним исполнял обязанности линейного в первом тайме. Ну и развивает свою атаку достаточно успешно Магдебург. Максимально даже успешно. 22-11. Очень тяжелый второй тайм предстоит Лемга. Это уже понятно по этим первым пяти сыгранным минутам. Только развивает свой успех Магдебург. И в этой попытке беспощаден уже Филипп Вебер. Максимально зрячим для него был бросок. Потому что позицию его Има Готвитсенова, разыгрывающего Фленсбурга. Во всяком случае, в своем исполнительском мастерстве. Они схожи. Забивает Тим Саттан. Кристенсен, Магнусон и Гюллерут в линии. Там лишь эпизодически Магнус Йенсен. Он выходил, во всяком случае, лидеров своих поберечь. Не припомню чистых, во всяком случае, позиций. Очень быстро набегал там где-то из края кадра Цедерхольм. Но не справляется он своим моментом с его реализацией. Забирает мяч Майк Йенсен. Четыре минуты в игре. Снова быстро двигается. Цедерхольм до левого полусреднего проходит. Но и понимает, что здесь остается только перевод в нижний дальний угол. Это сложный бросок для исполнения. Но находит в себе силы. Цедерхольм, чтобы его исполнить. Награжден он за это забитым мячом. А новые силы с предыдущей атаки ввел в игру Беннет Вигерт. Это уже вторая атака, которую проводит Магнус Йенсен. Рекорд по забитым мячам. И еще один. Есть возможность забить у Магдебурга. Хладнокровно разбирается с идущим на перерез Цедерхольмом Йенсен. Он забивает свой четвертый мяч. И 44-й аж в общем командном за счете для Магдебурга. Магдебурга 44-25 с таким рекордным счетом в немецкой Бундеслиге заканчивается эта встреча.